Жительница, пострадавшая от пожара квартиры Людмила Бычкова, осматривает собственное жилье, которое еще недавно утопало в воде и было покрыто копотью. Сейчас здесь заканчивают работы по просушке, готовят стены и полы к капитальному ремонту. Это самая такая вот пострадавшая угловая квартира. Вот самая 57-я и 58-я. Даже мы не могли железные двери открыть и просто толпели, чтобы зайти хотя бы посмотреть, что здесь происходит. Уже все просушили. Вода была по колено здесь. Ремонтные работы ведутся, нам все помогают. Все идет в процессе. А это квартира номер 54. Первым делом строители бросили все силы на восстановление именно этого жилья, поскольку ее владельцам, в отличие от других, негде жить. Эти новогодние праздники семья проводит на даче и рассчитывает, что уже на следующей неделе сможет вернуться в отремонтированную квартиру. По словам руководителя подрядной организации, работы здесь вышли на финишную прямую. Напомним, пожар в доме на улице Маяковского произошел ночью 28 ноября. Загорелась часть кровли, пожарные расчеты быстро ликвидировали возгорание. На место одним из первых приехал и глава Химок Дмитрий Волошин. Создал штаб по ликвидации последствий ЧАЭС. Глава администрации лично встретился с пострадавшими семьями и распорядился оказать им всю необходимую помощь, в том числе материальную. Всего от возгорания кровли в доме на улице Маяковского пострадали полтора десятка квартир. В четырех из них требуется капитальный ремонт. Все детали будущих отремонтированных квартир жильцы обсуждают со строителями. Ремонт в квартирах делают в кратчайшие сроки, несмотря на праздничные дни. Помимо качественного ремонта людям из бюджета города уже выделили деньги на покупку испорченной мебели и бытовой техники. Депутат городского совета депутатов Николай Томашов выступил инициатором в вопросе оказания материальной помощи пострадавшим. Томашов откликнулся на нашу беду и вот по приезду приехал сюда и нам сразу привезли контейнер, чтобы выкинуть мусор. Да, выплаты есть. Пока еще не все, но выплачивают. Но еще не всем, конечно, выплатят. Мне вот заплатили пока 100 тысяч на новую мебель. Каждая семья получит от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от степени ущерба.